Через Берлина, Евгений. Никита, скажите, пожалуйста, вот всё-таки канцлер Меркель, федеральное правительство Германии, наверное, сейчас очень переживают по поводу того, что минские договорённости, минские договорённости-2, которые скреплены их авторитетом, если не подписью, то гарантиями госпожи Меркель, которая является сегодня, наверное, признанным лидером Европы, не выполняются. Как Вы считаете, что может сейчас сделать Германия, чтобы всё-таки добиться выполнения этих договорённостей? Как далеко может пойти лично фрау Меркель? Ну, во-первых, Евгений, здесь в Берлине считают, что у Минска-2 всё-таки ещё есть шанс. Хотя говорят, что если спрашиваешь правительство, можно ли считать Минск-2 похороненным, отвечают ни да, ни нет. Но, тем не менее, шанс на реализацию этих минских договорённостей здесь ещё видят. А что касается возможных альтернатив, то их у немецкого правительства практически нет. На какой-то военный вариант решения этой проблемы или военное участие в решении этой проблемы Германия никогда, ни при каких обстоятельствах не пойдёт. Поэтому единственный возможный для Германии... Она не пойдёт по нескольким причинам. Это абсолютное табу. Есть историческая причина. И, наконец, Германия и канцлер ФРГ прекрасно понимают, чем может закончиться военное участие. Гипотетически, если предположить, участие немецких военнослужащих в урегулировании этого конфликта на той или иной стороне. Ну, ясно, на какой. И поэтому у Германии остаётся только тот подход, которым она руководствуется все последние месяцы. Это три момента. Первый момент – экономическая и финансовая помощь и политическая поддержка Украины. Второй момент – попытка всё-таки не оборвать нить диалога с Кремлём и с Москвой. И третий момент – это наращивание спирали экономических санкций. Только такую возможность видит Германия в своём участии в попытке урегулировать конфликт на востоке Украины. Евгений? Скажите, Никита, говорят, что канцлер Меркель была раньше в хороших отношениях с Путиным, а потом её постигло глубокое разочарование. Вот есть ли у неё личный мотив, условно говоря, наказать российского президента, который совсем не таким, как она думала, оказался? Никита? Вы знаете, Евгений, судить о том, как относится Ангела Меркель лично к российскому президенту, можно только по её мимике. И эта милика достаточно красноречива. Она очевидно разочарована в том человеке, которого она воспринимала как друга Германии и так далее. И хотя сама она это не говорит, но из её окружения говорят, цитируют её так, что с её точки зрения Путин живёт в другой реальности или просто оторвался от реальности. Но когда она ведёт переговоры с ним, как говорят источники её окружения, она старается отбросить всё лично и вообще не упоминать, что было в прошлом, не пытаться возлагать вину за те или иные события, которые уже произошли, а говорит только о настоящем моменте и о перспективе на будущее. — Скажите, Никит, последний вопрос. А есть ли, ну, скажем так, элементы какого-то разочарования в отношении другой стороны? Я имею в виду, вот мы все говорим, что Европа нас поддерживает, Европа на стороне Украины, Европа будет помогать всё больше и больше. А нет всё-таки каких-то критических ноток? — Вы знаете, Евгений, в последние несколько недель или, может быть, пару месяцев роль Германии несколько изменилась в подходе к урегулированию этого конфликта. Ещё весной и летом прошлого года и даже осенью Берлин воспринимал себя как некий посредник в урегулировании конфликта и более или менее стоял на стороне Киева. То, что симпатии к Киеву и к новой власти в Украине у Германии остались, или у правительства Германии остались, это факт, это сомнений не вызывает. Но постепенно то терпение начинает иссякать, которым действительно можно позавидовать только терпению, которым обладает министр иностранных дел Германии Штайнмайер и сама канцлер Ангела Меркель. И, по моим сведениям, растёт недовольство и тем, как ведут себя киевские представители на переговорах в нормандском формате. И вот не даром у меня перед глазами сейчас стенограмма пресс-конференции сегодняшней Ангелы Меркель и Франсуа Аланда в Париже. Так вот, Франсуа Аланда вполне недвусмысленно дал понять, что ожидает от всех сторон, и он специально упомянул украинскую сторону, соблюдение минских договорённостей на прошлой неделе, которые были достигнуты, например, в той части, где речь идёт об отводе тяжёлых вооружений от контактной линии, то есть от линии фронта. А кроме того, это последнее, что я хочу сказать, в Германии обращают внимание не только на то, что происходит на востоке Украины, но и на процесс реформ. И совершенно очевидно, многие немецкие эксперты и депутаты Бундестага, которые бывают в Киеве, не очень удовлетворены ходом этих реформ, темпом этих реформ и настаивают на ускорении процесса административной реформы, реформы судебной системы, экономических реформ, налоговой и так далее. Так что тут есть о чём говорить, и нельзя сказать, что Германия и официальный Берлин беспрекословно поддерживают и во всём поддерживают правительство Украины. У Германии ничего другого не остаётся, кроме как надеяться на выполнение минских договорённостей Минска-2. У Германии просто нет другого варианта, нет альтернативы. Американцы говорят, что они могут начать поставлять вооружение для украинской армии, но для Германии это исключено. Я уже объяснял почему. И позиция Германии, может быть, легче понять её, если внимательно слушать то, о чём говорит канцлер ФРГ. Она, может быть, не всегда осознанна, но она, например, приводит в качестве образца для подражения западный подход в 1961 году, когда здесь, в Берлине, при помощи, естественно, Советского Союза строили Берлинскую стену. Так вот, на Мюнхенской конференции она сказала, что вот посмотрите, как тогда правильно, мудро поступил Запад и Америка. Она не стала, Америка, вмешиваться военным образом, там, сносить эту стену, а благодаря усидчивым дипломатам, благодаря дипломатическим усилиям, настойчивости, мирным именно усилиям западной дипломатии, в течение 28 лет эта проблема была решена, и Германия воссоединилась, а Берлинской стены больше нет. Понимаете, вот о чём идёт речь, вот какой временной горизонт представляет себе канцлер ФРГ для решения этой проблемы.